Друзья, хочу порекомендовать вам канал со вселенной заодно. Это молодая семья путешественников, которые однажды решили составить список желаний. И теперь ездят по миру и выполняют желания из этого списка. На этом канале вы можете найти для себя много полезного и интересного. Ребята делятся своим опытом и безграничным позитивом. Разные страны, разные города, невероятные виды и отличное настроение вам гарантированы. Подписываемся на канал со вселенной заодно, ссылка в описании. Сегодня у нас, как всегда, собственно, особый день. Мы поехали на остров Майтон. В этом году я еще здесь не был ни разу, поэтому как раз с новой камерой заодно и расскажу вам про этот остров. Потому что очень многие мне пишут в личку, а что такое Майтон, а куда лучше поехать возле Пукета, чтобы недалеко и было круто. Вот как раз Майтон, 15 минут от Пукета, очень клевый остров. Вот сегодня я про вам расскажу. Сегодня вам про него расскажу. Я сегодня поехал не один, с нами поехала наш фотограф штатный Аня. Который ничего личного, только фотограф. Да, мы уже говорили об этом, да. Так что сегодня она будет тоже иногда рассказывать, что здесь есть, потому что это ее любимый остров тоже. И сразу первое, что бросается в глаза на острове Майтон, ну как бросается в глаза, в ноги бросаются, это комары. Вот на Майтоне действительно дофига комаров. Поэтому если поедете сюда, обязательно берите с собой какой-нибудь там гель, спрей от комаров. Даже вот в тенечек днем просто заходишь, обгрызают ноги до костей просто. Здесь, кстати, хорошо, что в магазине есть, так что пришлось раскошелиться на 80 бат аж. Блин, цены, конечно, капец. Для того, чтобы хоть сидеть нормально, потому что ну сжирают комары, капец просто. Для начала, короче, несколько слов о самом острове. Он находится, как я уже говорил, совсем рядом в 15 минутах езды от Пукета. Ну или там ходьбы по морю на лодке, короче, от Пукета. И он такой слегка угловой. Ну, то есть есть два пляжа. Один из них, на котором мы сейчас находимся, это очень маленький такой пляж, боковой, можно сказать. Здесь купаться вообще не очень, потому что, ну обратите внимание, здесь камней очень много. И вот там вот тоже, там где в воду уже спускаешься, тоже неудобно ходить. Сейчас еще отлив, вода ушла, но она начинает прибывать сейчас. То есть сейчас прилив начинается. Так вот, здесь купаться неудобно, но здесь получаются очень классные фотографии. И здесь для этого все сделано. Во-первых, ну камни, понятно, это природные, а вот рядышком, напротив, вот совсем рядом, видите, такие специальные штуки сделаны, беседки. Очень красивые фотографии получаются. Вот особенно здесь, вот, наверное, свадьбы проводят, что ли, хрен его знает. Короче говоря, вот с этой стороны очень клево делать фотографии. Вообще, когда сюда только приезжаешь, то первое, что бросается в глаза, это, кстати, большая такая вертолетная площадка. Буквально вот рядом, напротив пирса. Вон пирс, тут уже даже кто-то фоткается. Ну, правда, здесь вот очень жарко, конечно. Солнце нагревает эту площадку, нереально ходить. Что касается второй части пляжа, вот мы говорили, что там вот один пляж маленький такой на углу. И вот здесь вот находится второй пляж, он уже такой длинный. Сейчас он довольно широкий, потому что вода только начинает прибывать. Но когда вода полностью придет, соответственно, он будет так закрыт довольно серьезно. И этот пляж раньше был довольно длинный. Вот там, если сейчас посмотреть, мы подойдем чуть попозже. Он сейчас огорожен почему-то, наполовину практически разделен. Там какая-то ограда такая, что дальше ходить типа нельзя. Вот почему, непонятно. Здесь есть дайвинг-центр. Но вот сколько я здесь не бывал, а я много раз здесь был, европейцы никогда здесь ничего не берут. Ну, только в редких случаях никаких вот на прокат этих оборудований. Но зато китайцы постоянно. Я вот не знаю, где они давятся здесь. Потому что... Хотя мы знаем, как они давятся. Да, помните на Короле? Мы же видели, по пояс заходят вниз и все, вот этот дайвинг у них. Вот, наверное, то же самое, я так понимаю. Чисто для фотографий. Здесь вон даже бассейн есть. Правда, видите, как обычно, здесь никого нету. Но бассейн есть. Ну, потому что он находится на самом деле очень рядом. Вон, уже само море. Что здесь в бассейне-то сидеть? Ну, поэтому люди обычно на море сидят. И здесь никого нет. Но выглядит прикольно, да, согласитесь. Очень здорово. Вообще, по правилам, на этом острове только 200 человек одновременно может быть. Ну, так, во всяком случае, все говорят, потому что это частный остров. Насколько это правда, не знаю. Потому что вот сейчас здесь китайцев приехало довольно много. И сейчас здесь явно больше, чем 200 человек. Вот Танька говорит, что на некоторых экскурсиях просто некоторая компания завозит сюда на обед. Ну, то есть быстренько на часик завезли и увезли обратно. Такое возможно, конечно, но не буду ничего говорить. Но сам факт, сейчас здесь больше, чем 200 человек однозначно просто. Аня, золотой ты человек. Спасибо тебе большое. Вот девушка, сразу видно, настоящая. Обслуживает мужчину, хоть у чужого. Как тебе обед здесь? Ну, ничего, показывать, правда, уже нечего. Ты кто съел? Ты быстро, на самом деле. Ну, потому что кто не работает, тот ест. Ну, это понятно, конечно. А я вот только начал еще. На самом деле, обед здесь очень даже хороший. Единственное, что здесь много очень сифуда, морской всякой этой еды. Что ты хочешь? Что тебе надо? Отстань. Ну, попрошайка вообще просто. Да, здесь очень много котов, кстати. Очень много сифуда. А мне его, соответственно, нельзя. Но я его не люблю. Мне креветки только нельзя. А все остальное я просто тупо не люблю. Поэтому остается только курица и все. Мы решили все-таки пойти в бассейн, потому что соленая вода уже надоела. А тут можно спокойненько полежать или поплавать в обычной пресной воде. Так что у нас сейчас минут 15-30 есть свободного времени. Пока мы не пойдем на смотровую площадку. Ждем. Все, работу мы закончили уже, поснимали. И сейчас немножко отдохнем здесь на бассейне. Нам пришло время идти на смотровую площадку. Ну, мое отношение к походам на смотровые площадки вы уже знаете. Рассказывать вам особо это не надо. Но сам факт. Здесь, кстати, смотровая площадка, она буквально там в 10 минутах. Правда, подъем такой серьезный. Ну, такой. Не то, чтобы очень пологий. Но 10 минут, что радует, собственно говоря. С этой смотровой площадки очень хорошо виден, кстати, Пукет. А если повернуться? Ну, тут за деревьями сейчас не очень хорошо видно. Короче говоря, в хорошую погоду очень даже хорошо видно пипи. И да, кажется, к нам идет дождь. До Пукета 9 километров. До Сеула 4,400. Шанхай 3,500. До Токио 5,200. Почему России нету? Да, вообще ничего не Белоруссии, не России, не Украины. Как так, блин? Все для китайцев сделано. Ужас просто. Так нельзя. Ладно, идем вниз. Хватит, здесь уже больше нечего делать. Все, поснимали. Пойдем. У нас еще есть час, можно отдохнуть. Опять же, на том же бассейне. Или где-нибудь еще. Здесь есть, оказывается, даже и вот такие вот кролики. Эй, чувак. Чувачок. А ему жарко, наверное, здесь. Здесь, на самом деле, есть даже ферма такая небольшая. Но где они все делись, непонятно. А, там есть, да? А, окей. Говорят, там дальше где-то есть целая ферма. Ну, Анька говорит, я не знаю. На самом деле, я там не был. А вот здесь вот раньше можно было проходить, а теперь нельзя. Все, здесь запретили все. А там находится, на самом деле, отель. Но он, правда, заброшен. И сейчас уже там никого нету. Сейчас закрыто все. И что интересно, почему закрыли? Выяснилось, что парочки, которые приезжают сюда отдыхать, очень часто в эти заброшенные дома заходят и занимаются там неизвестно чем. Некрасивыми делами. Неизвестно чем. Ну, известно чем. Но, короче, очень много их было, поэтому все позакрывали. Я сегодня первый день снимаю на Sony, который вот новую купил себе. И мне даже самому интересно, что из этого получится. Сейчас, на данный момент, я не могу посмотреть, как там что-то снималось. Поэтому, в любом случае, я буду это видео делать. Даже если там что-то не очень хорошо получится, мне самому интересно, как она снимает и что, в какой ситуации, какое видео дает. Так что, если там что-то вдруг будет, вы уж не обессудьте. Это первый блин. Он, возможно, будет комом. Мне тут официант принес... Спасибо большое. Официант принес кофе. Да. Вы подрабатываете здесь, я смотрю, да? Да, да, да. Недорого, я так понимаю, да? Судя по тому, что, ну, народу немного. Ну, не стесняйся уже, ладно. Очень стеснительный фотограф у нас, очень. Вот помните, я вам рассказывал про китайских дайверов, которые заходят по колено или по пояс в воду и таким образом давятся, так называемые. Да, вот смотрите, здесь на Майтоне тоже такие красавцы есть. Вон, вдалеке за мной. Вот это максимум, на что они способны. Те же самые наши знакомые китайские дайверы и здесь тоже. Вообще про остров Майтон что ты можешь сказать? Ой, это мой почти любимый остров, почти. Почему? Потому что тут мало туристов. Можно вообще находиться с утра, почти одним из здесь были. Смотришь, там один человек, там просто вообще отлично. Нет вот этого галдежа китайского, какой-то суеты. Тут реально можно порелаксировать, просто полежать. И цвет воды просто вообще отличный, изумительный. И можно вон кофеёк попивать целый день. И хорошему человеку таскать кофе тоже. Да, да. Я сегодня напилась на неделю вперёд, например, дома уже не надо мне выпить. У тебя хороший рабочий день, я смотрю. Отработала, ну, конечно, устала в конце дня, что-то можно сказать. Как обычный рабочий день. Естественно, да. Ну, без смеха, устала реально уже сидеть здесь. Очень тяжело. Жарко, душно. Врагу не посоветуешь просто. Ничего. Скоро в Питер приеду, там отдохну. Отдохнёшь и прохладнёшь. И да, и опять же, да, конечно. Ну, ладно, на самом деле, ребят, мы шутим, конечно, на самом деле. Так что не обращайте внимания. Всё, наше время здесь подошло к концу. И мы выдвигаемся снова на остров Пукет. Сейчас садимся в лодку. Здесь полчаса ехать, в принципе, даже 20 минут, наверное. Сейчас у нас, кстати, без 15,4. Это вот мы с обеда. Обед был у нас, во сколько? В 12. Потом сходили только единственное, что на смотровую. И всё. Я уже даже и поспать успел. Тут снимать-то особо нечего. Здесь чуть-чуть буквально пройтись. Рабочий день мне очень понравился. Очень даже хорошо. Тут даже ноги моют. Ничего себе. Можно мне помыть? Спасибо. Так, а как это мне с камерой туда зайти? Опа! О, у нас, наконец-то, заделали крышу. Смотрите, видите? Сколько она? Полтора месяца было всё здесь разобрано. Но помните, я показывал, как пец. Вот только-только начали всё это дело заделывать обратно. Ну, хоть что-то, молодцы. Уже почище стало. Вечный бардак здесь. Вечный просто. Опа! Опа! Опа!